Доброе утро! Сегодня на Экспресс-кухне снова гости. И одну из моих гостей вы, должно быть, даже узнаете. Это наша юная корреспондент Николь Сидоренко. Она подросла и пришла на Экспресс-кухню, чтобы научиться готовить вкусные, полезные шоколадные конфеты. Пришла она не одна. С кем? Доброе утро! Я пришла с Милана Сидоренко. Для конфет нам понадобится чернослив, орешки и горький шоколад. Орешки нужно засунуть вовнутрь чернослива. Когда из чернослива вынимают косточку, в нем остается пространство, и мы его заполняем. Шоколад нам нужно не просто расплавить, а затемперировать, чтобы потом он не таял в руках, а таял только во рту. Для этого вот эту часть шоколада мы просто расплавим. Делать это мы будем в микроволновке короткими сериями по 30 секунд. И каждый раз будем хорошо его перемешивать. А после этого добавим туда небольшое количество шоколада в нерасплавленном состоянии, для того, чтобы вокруг тех кристаллов, что есть в шоколаде, добавились новые, и весь наш шоколад оказался темперирован. И вот уже в него мы будем опускать чернослив. Осталось окунуть чернослив в шоколад и выкладывать его вот сюда на бумагу, для того, чтобы он дальше окончательно схватился. Для того, чтобы это делать, есть прям специальная вилочка. Еще раз расскажу, что можно, в принципе, просто расплавить шоколад и опускать чернослив в него, но тогда он будет таять прямо в руках, а не во рту. А шоколад, с которым мы проделали вот эту вот операцию по темперированию, он будет таять уже только во рту. В руках он таять не будет. Большая опасность покупных конфет из магазинов в том, что в них содержится очень большое количество сахара. Сахар является питательной средой для бактерий, которые вызывают кариес, и тем они опасны. Чем полезны домашние конфеты? Вы сами контролируете количество сахара, который вы добавили. Можно не добавлять совсем сахар, заменять его чем-то. И тогда конфеты становятся даже полезными для ваших зубов, потому что, например, шоколад, он вызывает улучшение минерализации зубной эмали и борется с бактериями, вызывающими кариес. Шоколад на конфетах стал матовым, это значит, что они готовы. Раскладывайте их в бумажные капсулы. И у нас остались две конфеты для того, чтобы вы их попробовали. Пробуйте. Ну как? Вкусные. Шоколадные конфеты для вас готовили Николи, Милана Сидоренко, Денис Петров и Юлия Шлентова. Специально для Утреннего Экспресса. Ну а если у вас есть вопросы про еду, задавайте их в соцсетях или пишите письма на uesobachka.channel4.ru